Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ в студии Анны Рябовой. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о патриотической акции «Сад памяти», об итогах выездного совещания Городской общественной палаты в подростково-молодежные клубы Волгограда и о новой выставке Ирины Тур в музее имени Машкова. Итак, в Краснослободске в честь героев Великой Отечественной войны у братской могилы заложили первую памятную аллею в рамках акции «Сад памяти-2023». В этом году в регионе высадят больше 900 тысяч деревьев. Акцию проводят по поручению президента России уже четвертый год, и Волгоградская область – одна из активных ее участниц. С каждым годом желающих поддержать эту добрую традицию становится все больше. Все подробности у Ильи Власенко. Ежегодно сотни тысяч человек по всей стране и за рубежом высаживают деревья в память о героях, которые боролись за нашу свободу. Во время Сталинградской битвы Краснослободск был почти полностью разрушен. В память о героях и мирных жителях на братской могиле воздвигнут мемориал, к которому приходят возложить цветы многие жители. Высаживаются по данной акции 27 миллионов саженцев. Это как раз количество погибших солдат и людей в годы Великой Отечественной войны. Эта акция как раз она и символична. На осень, также с Комитетом природных ресурсов, запланирована акция по высадке деревьев уже по сохранению нашего леса. Высаживая деревья, мы одновременно помогаем природе и передаем историю своей семьи, детям и внукам, чтим парших родственников. Это не просто акция, а закладывание традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в века. Через 10 лет я приведу сюда друзей и буду показывать, что я здесь садил. Акция «Сад памяти-2023» объединила и детей, и взрослых. Здесь мы практически семья выезжаем, детишки играют, мы стараемся, стараемся, что больше и больше. Здесь глава говорит, здесь у нас на набережной еще будет там еще озеленение, и там, наверное, будем принимать участие. Принимать с детьми участие в такой акции, показывать пример нашему будущему поколению, да, это сейчас очень важно для детей, для всех. Очень здорово, что сделали такую акцию. Всем спасибо. Наталья Исаева вместе с дочкой начали готовиться задолго до начала акции. В память о погибших солдатах и мирных жителях высадили собственный росток дуба. Маленький, но крепкий. Была также акция зимой у ребенка в садике, они сажали дубы. Вот до весны мы выращивали его, поливали, ухаживали, и в честь данной акции принесли, посадили в городском парке, потому что мы приходим сюда с детьми, гуляем, играем, и ребенку особенно очень приятно будет наблюдать за своим деревом, как оно растет. К акции может присоединиться любой. Нужно лишь перейти на сайт садпамяти2023.рф и выбрать подходящее место и дату посадки деревьев. В этом году в парках, скверах на землях лесного фонда Волгоградской области высадят саженцы и сеянцы, рябины, акации, ясеня, сосны, вяза, липы и дуба. На территории Волгоградской области за время проведения акции было высажено более миллион 600 тысяч растений, деревьев, кустарников. На текущий год мы поставили себе амбициозную задачу – посадить в этом году более 900 тысяч деревьев и кустарников. Акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение леса» нацпроекта «Экология». В ней принимают участие волонтеры, специалисты лесного хозяйства, представители общественности, администрации, организации, школьники, студенты и все неравнодушные люди. Воздух становится чище, общественные пространства зеленее, память о героях будет жить вечно. Илья Власенко, Андрей Кирсанов. Время новостей. 350 общественных пространств благоустроят в этом году в муниципальных образованиях Волгоградской области. Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по завершению о подготовке к реализации проектов, а также по приведению в порядок территорий после зимы. По словам губернатора, теплая сухая погода позволяет приступить к выполнению сезонных работ по благоустройству парков, скверов, придорожных и прочих территорий. К ним и местные власти, как обычно, должны привлекать коммунальные предприятия, управляющие компании, коллективы предприятий, организации и общественности. В муниципальных образованиях необходимо завершить подготовительные работы для реализации намеченных проектов комплексного благоустройства территории, подчеркнул губернатор. В общей сложности в этом году в Волгоградской области планируется благоустроить порядка 350 общественных территорий и пространств. Общий объем финансирования проекта благоустройства составит более 2 миллиардов рублей. В настоящее время завершается контрактование объектов. По итогам совещания Андрей Бочаров поставил задачи профильному блоку, областной администрации и главы муниципальных образований до майских праздников привести в порядок территории всех муниципалитетов и провести субботники. Причем особое внимание нужно уделить уборке памятных мест и воинских захоронений. Еще одна задача – приступить к реализации всех проектов комплексного благоустройства в плановые сроки. Профессиональный праздник работника ЖКХ отмечают ежегодно в 3 воскресенье марта. Жилищно-коммунальное хозяйство Волгограда – это 9,5 тысяч работников свыше 5 тысяч километров. В однотрубном исчислении больше 500 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 110 водопроводных и 57 канализационных насосных станций. Тем, благодаря кому у нас дома есть тепло и вода, коллектив МТВ подготовил творческий подарок. Коммунальная инфраструктура – сердце нашей комфортной жизни со всеми удобствами. А четкий пульс во многом зависит от профессионализма, ответственности, терпения и трудолюбия людей, которые посвящают себя нелегкой, хлопотной, порой незаметной, но такой важной работе. Бойцы невидимого фронта, которые делают все, чтобы наша жизнь была комфортной и уютной. В 2014 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова в Волгограде стартовала масштабная работа по наведению порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Начали с упорядочивания сферы расчетов за коммунальные услуги. Новая и прозрачная она позволила привлечь в Волгоград федеральных инвесторов, готовых вложить в развитие коммунальной инфраструктуры – миллиарды рублей. В 2015-м городские власти и компания «Концессии водоснабжения» подписали соглашение о муниципально-частном партнерстве. Началась большая работа по оздоровлению водопроводно-канализационного хозяйства, реконструкция сетей, модернизация насосных станций, строительство очистных сооружений, создание автоматизированных систем учета и управления. В Центре контроля качества воды «Концессии водоснабжения» три современные лаборатории с высокоточным оборудованием. Здесь различные типы воды следуют по более чем 65 показателям состава и свойств. В 2022 году в Волгограде обновлены сети водоснабжения и водоотведения по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе. Построена и подключена линия холодного водоснабжения в поселке Горьковском. Реализован очередной этап мероприятий по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для перспективной жилой застройки советского района «Родниковая долина». Только за прошлый год аварийность на объектах снизилась на 15%. Всего за время работы «Концессии» на 37%. И показатели планируют увеличивать. В 2016-м власти заключают еще одно крупное муниципально-частное партнерство с «Концессией теплоснабжения». Основные силы бросают на устранение самых болевых точек жилищно-коммунального хозяйства. Замену изношенных трубопроводов, повышение эффективности существующих объектов, замену котельного оборудования с внедрением систем автоматизации управления. В 2022 году в районах Волгограда построили и реконструировали более 32,5 километров тепловых сетей и почти 5,5 километров сетей горячего водоснабжения. Переоборудовали 4 котельные и 2 центральных тепловых пункта. В рамках муниципально-частного партнерства уже проведен большой объем работы. Однако для повышения уровня надежности, который городские власти ставят перед собой в качестве долгосрочной цели, масштабное обновление будет продолжаться. Жилищно-коммунальное хозяйство Волгограда активно развивается. Реализуются крупные инфраструктурные проекты с привлечением различных источников финансирования. Комплексная работа, проводимая в этом направлении, повышает надежность оказания услуг населению и становится весомой частью улучшения качества жизни миллиона волгоградцев. Заметно за последние годы меняется и облик города-героя на Волге. Всего в 2022 году в Волгограде благоустроили 19 парков и скверов. В планах на 2023 еще 11 общественных пространств. С 2015-го в Волгограде преобразили уже порядка 80 парков и скверов. Новый облик с 2016 года приобрели и почти две сотни дворов. 45 из них в прошлом году. Дворы пополняются игровыми и спортивными площадками, скамейками и урнами. В перечень работ включен монтаж линий уличного освещения и реконструкция внутриквартальных проездов. В прошлом году был дан старт, утвержденный губернатором Андреем Бочаровым программе, в ходе которой за три года в Волгограде приведут в порядок еще 180 дворов. Сегодня в областной столице более 5,5 тысячи многоквартирных домов, которые обслуживают 390 управляющих компаний и ТСЖ. Управляющие компании поддерживают дома в надлежащем виде, уделяют внимание состоянию теплового контура зданий, следят за сетями и отвечают за качество уборки придомовых территорий. Мощный механизм комплексного развития городского хозяйства налаживается шаг за шагом и уже сегодня демонстрирует высокие результаты. За ежедневной работой стоит свыше 9,5 тысяч сотрудников сферы ЖКХ, которые наотлично справляются с возложенными на них обязанностями в любых условиях. Именно они поддерживают порядок и внешний облик дворов и парков, обеспечивают стабильность работы систем тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций. И свой профессиональный праздник многие тоже встречают на рабочем посту, чтобы на улицах города было чисто и красиво, а в домах волгоградцев царили тепло и комфорт. Продолжаем выпуск. 5 тысяч квадратных метров изношенного асфальта сняли рабочие с проезжей части Сарепского путепровода в ходе реконструкции. Сейчас они разбирают бетонные конструкции. На объекте задействована спецтехника. Работы ведут в несколько смен. Специалисты удалят цементобетонный защитный слой, гидроизоляцию и выравнивающий слой, а затем восстановят герметичность деформационных швов, заменят резино-металлические опорные части и укрепят балки. После этого рабочие уложат два слоя асфальтобетона, обновят линию наружного освещения. Движение по Сарепскому путепроводу открыли в 1975 году, а после включения объекта в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» у властей появилась возможность провести комплексную реконструкцию первой очереди путепровода. Волгоград – один из немногих городов России, где сохранилась развитая сеть молодежно-подростковых клубов. А в числе приоритетных задач муниципалитета – ее сохранение и модернизация. В ходе рабочей поездки молодежные центры в нескольких районах города на Волге вместе с заместителем главы Волгограда Анной Кувычко побывали представители комитета молодежной политики и туризма мэрии и профильной комиссии общественной палаты Волгограда. Чем занимаются и о чем мечтают подростки, расскажет Екатерина Кудряшова. Пока воспитанники объединения Мосгвардии молодежно-патриотического центра «Планета» советского района учатся играть на гитаре, юно-армейцы готовятся к участию в параде победы, отрабатывают строевую подготовку, собирают и разбирают оружие. В центре работают также секция единоборств, компьютерный клуб и кружок музейного дела. Обучаться новому и интересному в планету приходят более 300 ребят. Никто без дела не сидит. Для этого наставники прилагают все усилия. Задача – воспитать достойных граждан своей страны. Нельзя ребятам сейчас допускать, что многие вот уткнулись только в телефон, не ходят ни спортом, не занимаются. Здесь работают педагоги. Именно с педагогическим образованием, с психологическим образованием. И, конечно, мы тоже за этим всем смотрим. Но и стараемся все-таки на правленности здорового образа жизни. В ходе выездного совещания с воспитанниками молодежно-подростковых центров пообщались представители муниципалитета и общественники. Нам важно, чтобы детям было интересно приходить в подростковые клубы, чтобы они могли развиваться, гармонично развиваться, чтобы они могли с пользой проводить свое время. Ну а мы для этого сделаем вместе с представителями общественной палаты города все возможное. Дружный коллектив сотрудников молодежного центра метро в Краснооктябрьском районе вместе с воспитанниками переоборудовали помещение в креативное пространство в стиле лофт с комплексом зон для занятий и отдыха, сохранив исторические элементы интерьера. Учреждение стало настоящим центром притяжения молодежи. Это место уже можно считать вторым домом. Ты приходишь сюда, здесь какая-то молодежная атмосфера. Вы строите пространство непосредственно так, каким бы вы хотели бы увидеть. Можно не только прийти отдохнуть, провести время за просмотром фильмов, но еще чему-то научиться. На площади в полторы тысячи квадратов с десяток тематических объединений. Здесь и секция танцев, и школа моделей, кружок урбанистики, и застудия, а еще клуб японской культуры и велотриала. Свой мини-кинотеатр, зоны для настольных и видеоигр и творческая лаборатория «Атомшоу», где совершеннолетних ребят учат обращению с атрибутами огненного шоу и основам хождения на ходулях. Организовывать просто мероприятие и какой-то досуг – это очень важно, но также важно, где организовывать. Поэтому понимание о том, как создать среду интересную для молодежи – это то, с чему стоит получить людей, дать им возможность реализовать такой проект. Молодежно-подростковые клубы есть в каждом районе Волгограда. Цель выездного совещания представителей мэрии и общественников – определить заинтересованность ребят и потенциал развития таких учреждений, чтобы пребывание в них для воспитанников стало еще более комфортным. Мы выступим с инициативой некоторые объекты уже отпустить из молодежной политики, а некоторые – такие прекрасные примеры и кейсы, которые есть, наоборот, развивать, давать им большее пространства и делиться таким опытом среди коллег. Теми направлениями, которые занимаются сегодня, они нужны, но нужно, думаю, расширять это и понять, куда, за счет чего, каким образом, и все равно сильно помогать нашему комитету молодежи городскому этим заниматься. Диалог между молодежью, общественниками и властью выстроен. Значит, впереди большие перемены, польза от которых будет для всех. Инна Емельянова, Екатерина Кудряшова, Виктор Хиврин. Время новостей. За сутки в Волгоградской области выявили коронавирус у 158 человек. 15 пациентов были госпитализированы. С начала пандемии в регионе диагноз «коронавирус» был поставлен 270 501 страз. Заболеваемость в последнее время в регионе снова пошла вверх. Массового всплеска эпидемиологи не ожидают, но и расслабляться точно не стоит. 48-летнюю жительницу Фроловского района подозревают в поджоге, а в Красноармейском районе задержан подозреваемый в грабеже. Об этих и других происшествиях за минувшие сутки подробно расскажет сотрудник пресс-службы регионального главка МВД Яна Маркина. В Афруловском районе полицейские раскрыли поджог. В полицию от жителей хутора Амелин поступило сообщение о возгорании трактора. Прибывшая на место следственная оперативная группа установила, что причиной возгорания стал умышленный поджог. По подозрению в совершении данного преступления полицейскими задержана 48-летняя жительница соседнего хутора. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются мотивы совершения преступления. В Светлоярском районе на стационарном посту ДПС Чапурниковский дорожные полицейские для плановой проверки остановили отечественный автомобиль ВАЗ. В ходе личного досмотра у 41-летнего пассажира в кармане куртки был обнаружен и изъят пластиковый контейнер со свертком с прыжкообразным веществом. Согласно исследованию, изъятым являлся наркотик метилофедрон. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее совершенное преступление грабеж в отношении пенсионерки раскрыл участковый уполномоченный в Красноармейском районе. Несколько дней назад у одного из жилых домов к 86-летней пенсионерке подбежал неизвестный и выхватил из рук кошелек с деньгами. За совершение преступления задержан неработающий ранее судимый 45-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 4 лет лишения свободы. И теперь о событиях культуры. Райские яблочки, армрестлинг и шайтан-камень. Живописи, графика. Картины, выполненные в совершенно разных стилях, представленные на новой экспозиции Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова. Под знаком злоторогого тура. Так называется юбилейная выставка волгоградской художницы Ирины Тур. Какой образ стал ключевым в ее творчестве, расскажет Максим Черпак. Нежные ирисы рядом с вершинами Гималаев. Картины, выполненные в различных техниках, знакомят с творчеством Ирины Тур. Ее восприятие мира за более чем 25-летний творческий период. Первые посетители выставки делятся своими впечатлениями. Очень нравится яркое, насыщенное, весеннее, поднимает настроение, оптимизм. В общем, замечательная выставка. Я думаю, зритель получит неимоверное удовольствие обогатить свой духовный мир благодаря этим замечательным произведениям. В названии выставки мифологический образ одного из самых посчитаемых тотемных животных древних славян. Золоторогого тура. Символа солнца, плодородия, выносливости, трудолюбия и силы. Все эти качества объединяет в себе художница, утверждают те, кто знает Ирину. И вижу ее рост, и мне кажется, с каждым годом у нее именно колорит становится и смелее, и сочнее. Потрясающая выставка. И сама художница, если увидеть саму художницу, она сама как женщина-живопись. Художницу и сотрудников музея имени Машкова связывает длительное творческое общение. Ирина Туры регулярно проводит мастер-классы и проводит выставки в музее. Очень активный художник, она активный экспонент, она великий трудяга. Она много пишет, много преподает, выезжает на пленэры. Участвует в самых разнообразных выставках, не только в Волгограде, но и в России, и за рубежом. Ирина Тур использует в своем творчестве главное выразительное средство живописи – цвет. В ярких красках она запечатлевает на полотнах людей, горы, улицы. Изящно выглядят и цветы. Источником вдохновения являются и растения. Ирисы – это мой любимый цветок. Каждый год я обращаюсь к этому образу для того, чтобы запечатлеть время. Мне кажется, что если я успею нарисовать ирис, значит в жизни все правильно сложится. Потому что этот цветок, он расцветает утром и вянет вечером. Завоевывают сердца посетителей работы художницы ощущением легкости, простыми, но в то же время интересными сюжетами на полотнах. Выставка – продолжение творческого пути. Я приглашаю всех в чудесное путешествие моей живописи. И для меня это, конечно же, еще один из прекрасных этапов творческого пути. Я думаю, что путешествия по этим местам, которые вы видите здесь, они порадуют зрителя. А для меня это вдохновение для новых каких-то находок, свершений, для новых живописных полотен. В экспозицию включены и ранние работы Ирины Тур, и произведения, которые в музее не экспонировались и были созданы во время поездки в Индию. Познакомиться с яркими душевными работами и необычным взглядом на мир волгоградского живописца можно в выставочном зале музея имени Машкова. Максим Черпак, Рубентальский, Время новостей. Одна из самых популярных игрушек в мире. Головоломка, которая почти полвека не теряет своей популярности, даже наоборот, постоянно увеличивает армию своих поклонников. Про нее снимают фильмы и пишут книги. Каждый год люди со всего мира пытаются установить новый рекорд по сборке кубика Рубика. В Волгограде прошел мастер-класс для тех, кто впервые решил разгадать тайну магического кубика. Стать спидкубером решила и моя коллега Светлана Ларькова. Шесть граней и шесть цветов. Магический кубик, как его сначала называли, на всемирную славу не претендовал. Венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрна Рубик изобрел его, чтобы объяснить своим ученикам строение трехмерных объектов. Но кто знал, что эта головоломка покорит сердца миллионов людей по всему миру. И спустя 49 лет тайну кубика по-прежнему будут пытаться разгадать все, от мала до велика. Я сегодня собираю первый раз кубик. До этого я только смотрела с восхищением на людей, которые его умеют собирать. А я еще когда училась в колледже, у меня был одногруппник, который так-так-так делал это, не знаю, буквально за минуту. Я всегда думала, а как? Ну, вообще это возможно. Возможно, если знать алгоритм. Существует множество методов сборки кубика-рубика, которые помогут любому новичку шаг за шагом решить головоломку. Обычно для этого требуется около 40 ходов. Но согласно формуле Бога, для того, чтобы собрать кубик из любого положения, достаточно 20 поворотов граней. Не так уж и сложно, оказалось, по инструкции вот это. Пришел с мамой, просто решили вдвоем собрать кубик-рубик, научиться. Если не знать алгоритм, можно просто утонуть в количестве возможных перестановок. Сумма впечатляет. Их более 43 квинтиллионов. Если поворачивать кубик-рубика каждую секунду, то потребуется 1400 триллионов лет, чтобы пройти все конфигурации. Как показывает практика, чтобы научиться собирать кубик-рубика быстро, нужны месяцы, может быть, даже годы тренировок. Сегодня я собирала его в первый раз. И с подсказками, с помощью у меня ушло на это около часа. Ну что ж, буду тренироваться дальше. Кубик-рубика – настоящий тренажер для мозга. Он позволяет улучшить память, логическое мышление, повысить концентрацию внимания. А главное – научиться решать сложные задачи за минимальное время. Мы забыли, что мы когда-то были детьми. А вот это вот желание, мечта собрать вот эту головоломку под названием кубик-рубика, она как раз и дает нам возможность снова окунуться в детство. Не только взрослые захотели собрать эту игрушку, а также с детьми пришли. Для детей, безусловно, это очень здорово – развивать моторику, вообще поработать головой, посмотреть над своими эмоциями, ну и, конечно же, повзаимодействовать в этот момент с родителями. Кроме обычной сборки кубика, есть еще и скоростная. Официальные соревнования регулярно проводит Всемирная ассоциация спидкубинга. Каждые два года проходят чемпионаты Европы, Азии, а также чемпионат мира. Действующий рекорд в классической дисциплине – 3 секунды 47 миллисекунд. У начинающих спидкуберов есть к чему стремиться. Светлана Ларикова, Виталий Грищенко. Время новостей. Волга Систерс. Сейчас или никогда. В рамках музыкально-театрализованного проекта зрители увидели яркое выступление и услышали сильные, стильные голоса солисток Волгоградской филармонии – Алифтины Егоровой, Марии Сергеевой и Стаси Фатиевой. Эпиграфом к проекту они выбрали слова одной из песен программы «Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в строю». Не бойтесь бросить все на карту и жизни перевернуть свою. Тему продолжат мои коллеги. Они исполнили известные и любимые многими хиты из репертуара Высоцкого «Цоя Кузьмина». Помимо русских композиций, девушки подарили зрителям зарубежной песни легендарных групп Queen The Beatles «Парк Горького». «Без азарта, однообразно, как в строю». И все мы бросили на карту. И жизнь свою перевернули. И вашу. Мы вынашили этот проект 9 месяцев. И сегодня он родился. Ура! Сейчас! Или никогда! Алифтина Егорова, Мария Сергеева и Стасия Фатеева создали настоящий перформанс. В этом им помогли сотрудники филармонии, хореограф, специалисты по свету и звуку, помощники-энтузиасты, профи видеоконтента. Мультимедийное оформление сцены, костюмы и, конечно же, голоса солисток не оставили никого равнодушными. Девушки решили выйти из зоны артистического комфорта и бросить вызов самим себе. В зрелищном, полном музыке и отличных голосов действий место нашлось юмору и самоиронии, личным откровением и глубоким переживанием. С первых минут артистки завладели вниманием зала. Зрители были с ними на одной волне, ножили энергию, драйв, задор. Цветами, улыбками и несмолкающими овациями зрители поздравили девушек с премьерой. Но, как говорят певицы, почивать на лаврах они не будут, ведь шоу must go on. Сразу после выпуска новостей смотрите очередной выпуск программы «Улика из прошлого. Нехорошие квартиры». Речь пойдет о странных сделках купли-продажи квартир, что такое схема экспроприации жилплощади и как не попасться в ловушку черных риэлторов, наглядное предостережение владельцам жилья в новом выпуске программы «Улика из прошлого». Ну и, конечно, не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем портале mtv.online. Полная коллекция видео есть на Рутубе и, конечно, на Дзене. Не пропустите главное, подписывайтесь на наш канал. На этом все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде переменная облачность, максимальная температура плюс 16, ветер восточных направлений с порывами до 8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин